Краевическая деятельность очень актуальна для Дмитровской центральной библиотеки, так как наш край очень богат культурно-историческим наследием. Так в 2014 году в библиотеке появился портал «Дмитровский край», который пользуется огромной популярностью. Что касается вот этой идеи, почему мы объявили этот конкурс, потому что очень важно узнать историю семьи в рамках истории нашей малой родины, родины, возможно. Очень приятно, что сейчас стали такого рода конкурсы появляться вообще по стране, и всероссийские конкурсы появились, и мы решили, что почему бы нам тоже не попробовать организовать такой конкурс. Для участия в конкурсе «История моей семьи» нужно собрать материалы о своих предках, живущих и живших ранее родственниках, создать генеалогическое древо, собрать сопутствующие материалы и предоставить их в Дмитровскую центральную библиотеку. Номинации самые разные, да, но конкурс мы объявили до 17 декабря, но мы его продляем до 1 апреля следующего, 22 года. И, вы знаете, жизнь показала, что мы на правильном пути. Вот здесь у нас сегодня присутствуют люди, которые уже подготовили свои материалы замечательные, среди них Фёдорова Нина Борисовна, которая уже издала и книгу «Воспоминания своей мамы» и написала большое предисловие родословную. Очень интересная судьба. Фёдорова Нина Борисовна одна из первых подала заявку на конкурс, так как основной материал генеалогического древа у участницы уже был собран. Я считаю, что история моей, нашего рода, рода Смирновых, башмашников Смирновых, это прадед мой был купец первой гильдии, вот, занимались, рабочие занимались пошивом обуви, а он занимался сбытом этой обуви. И обувь очень была модная, современная, красивая, пользовалась очень спросом. И отправляли посылки вот с этой обувью, приезжали комивые жоры, платили деньги, заключали договора и возили обувь в разные страны мира, особенно в Европу. Значит, во Франции торговали, в Италии торговали, в Финляндии торговали, в Германии очень много покупала обуви, вот, Польша, значит, и Харьков, Украина теперешняя, да, покупали, увозили обувь, она славилась. Ещё одна участница конкурса – Светлана Петрова, которая рассказывает в своём материале о родителях – Петрове Виталии Павловиче и Петровой Галине Романовне. Когда Светлана узнала о конкурсе в Дмитровской центральной библиотеке, решила сразу подать заявку. Ну, знаете, мне повезло, я родилась в очень интересной семье. Мой отец – почётный железнодорожник, журналист, автор известной песни, песни об Аме. Мама долгое время работала главным врачом в Синьковской больнице, она почётный донор. Сохранилось огромное количество материалов архивных. И в Синьково, недалеко от Ильинского храма, я создала музей. Ну, музей громко сказан, комнату памяти родителей, где хранятся все эти фотографии и архивные материалы, личные вещи. Сделала своей командой творческой медиапроект, поэзия Дмитровского края, куда вошли ролики, где ребята читают стихи, и идёт красивый видеоряд. И мы отправляли на конкурс страницы семейной памяти, где стали лауреатами. Также участие в конкурсе принял Горячев Павел Николаевич, коллекционер, учёный. Изучением своего генеалогического древа он занимается уже больше 20 лет. А вообще я добрался до 1839 года. Это мой прапрадед Фрюлин Илья Михайлович. Очень уважаемый человек был. В Москве он был священником, преподавал в женском училище, а потом был священником в храме Дмитрия Солунского у Тверских ворот. Это центр. И соседей по улице в фотоархивах на Москве я нашёл даже дом, где дед жил. Он был награждён императором Александром Третьим золотой медалью в честь освящения храма Христа Спасителя. Таких людей было 2000 человек. Из них только 200 человек награждены золотой медалью. «История моей семьи» проводится в нескольких номинациях. Все работы, отвечающие требованиям, будут опубликованы на краеведческом портале dmkrai.ru, а лучшие будут изданы в сборнике серии книг «Читай и смотри» образовательного проекта «Берега». Сотрудники Дмитровской центральной библиотеки приглашают всех желающих принять участие в конкурсе и рассказать историю своей семьи.